Добрый день, уважаемые участники ВСР по русскому языку. Тема сегодняшней лекции – исторический синтаксис. Все вы прекрасно знаете, что одним из разделов современного русского языка наряду с фонетикой, морфемикой, лексикой, грамматикой, в которую входит морфология, еще и является синтаксис. То есть, по сути, синтаксис – это раздел науки, который, как и морфология, входит у нас с вами в раздел грамматики. Что изучает синтаксис? Вы все знаете, что синтаксис изучает большие единицы языка. Это словосочетания и предложения. Напоминаю, фонетика изучает отдельные звуки языка, которые не являются значимыми единицами, но служат для различения значимых единиц морфем и слов. Лексика изучает значимые слова, а синтаксис изучает крупные единицы языка, а именно словосочетания, из которых стоят предложения, и предложения, которые состоят из словосочетания, иногда из отдельных слов. То есть, если, например, предложение односоставное, назывное предложение, например, ночь, улица, фонарь, аптека, здесь предложение у нас с вами представляет собой отдельную лексию. Предложение является назывным. Итак, что же такое синтаксис? Синтаксис, слово греческое, состоит из двух корней. Первая часть слова, сын или син, обозначает некую совместность или совокупность. Вторая часть слова, таксис, означает построение колонны места в строю. Традиционно, как известно, предметом синтаксиса у нас являются словосочетания и предложения. Но сегодня мы поговорим не о современном синтаксисе, а о синтаксисе древнерусского языка. Потому что каждый из вас выполняет задания, связанные с тщением, переводом и анализом древнерусского текста. Так вот, если мы не знаем с вами явление древнерусского синтаксиса, его особенности построения, а точнее построения сочетаний, построения предложений, то и перевод у нас получится неверный. А если перевод получится неверный, то, соответственно, мы с вами потеряем какие-то баллы. Итак, древнерусский язык унаследовал в целом сложившуюся структуру простого двусоставного предложения. Унаследовал он, понятно, старославянского языка. Старославянский язык – это основа всех литературных славянских языков. Он унаследовал грамматическую основу, в которую у нас входит, как и сейчас, подлежащее и исказуемое. Два центра предложения. Итак, мы начнем с вами разговор с подлежащего. Чем могло выражаться в древнерусском языке подлежащее? И просмотрим конкретные примеры из памятников древнерусской письменности. Итак, подлежащее в древнерусском языке могло выражаться именем существительным. Причем в качестве подлежащего могли использоваться любые существительные. И нарицательные, и собственные, и одушевленные, и неодушевленные. И существительные, которые обозначали какие-то конкретные предметы или абстрактные вещи. Например, отрывок маленький из новгородской летописи. «Поби мраз обилье поволосты». Подлежащим является слово «мраз». Здесь мы видим фонетическую примету старославянского языка. «Неполногласие». На русский язык мы переводим полногласной формой «мороз». Ни в коем случае нельзя воспринимать слово «мраз» как слово «мразь». На конце у нас не редуцированный переднего ряда, это редуцированный заднего ряда «ер». Поэтому читаем твердо и «мразь» – это, еще раз говорю, не «мразь», а «мороз». «Побил мороз» или «прошел мороз сильный по волости». Подлежащее выражено именем существительным, как вы видите. Далее. Подлежащее может быть выражено личным местоимением, хотя они употреблялись в этой функции редко. Вот это одна из основных особенностей древнерусского текста, которая досталась древнерусскому языку в наследство от старославянского. Дело в том, что и в старославянских, а позднее в древнерусских текстах очень редко употреблялись в предложениях «подлежащее». Чаще всего «подлежащее» опускалось. То есть один раз оно упоминается, а далее в следующих предложениях, если речь идет об этом же лице, то, соответственно, это местоимение опускается. Считалось, что читатель и так понимает, о чем или о ком идет речь. То есть личные формы местоимения считались избыточными, так как указание на лицо уже содержалось в самой глагольной форме. «Аз есимь муж его». На русский язык эта фраза переводится без перевода глагола савиатски «есимь». Местоимение «аз» здесь можно опустить и будет понятно по глаголу «есимь», но это надо знать формы глагола «быть» в настоящем времени, что это форма первого лица, единственного числа. «Аз есимь», «я есть муж его», если переводить дословно. Форма второго лица вам хорошо известна из песни про купса Калашникова Лермонтова. «Ой ты гой, еси, добрый молодец». Это была форма еси. Форма третьего лица в русском языке сохраняется. Это глагол «есть», но данная связка чаще всего у нас опускается формой настоящего времени и используется только в текстах книжного, научного характера. Личные местоимения стали активно использоваться в русском языке, в том числе и в роли подлежащего, достаточно поздно, если учесть, что древнерусский язык, начало древнерусского языка мы исчисляем с XI века, а некоторые ученые даже с X века. Так вот, в роли подлежащего только с XVI века. Только XVI века. Но уж раз я заговорила о том, что есть разноголосица по поводу того, с какого века следует начинать историю древнерусского языка, я здесь поясню, с чем это связано. Дело в том, что X век имеется в виду, это приход письменности на Русь, имеется в виду приход старославянской письменности. Поэтому некоторые считают, что можно начинать с X века, имея в виду, что какие-то таблички, какие-то предметы быта уже содержали эти письмена. Но некоторые ученые считают, что если первый письменный памятник, дошедший до нас, датирован XI веком, то, следовательно, историю нашего языка следует начинать все-таки с XI века. Но в любом случае XVI век – это достаточно поздно. Это уже даже не древний русский период в развитии русского литературного языка, это уже старорусский период, который потом закончит донациональную эпоху и начнется национальная эпоха. Итак, не личные местоимения всех разрядов могли употребляться в роли подлежащего, например, а же кто ударит мечом и так далее. Это отрывок из первого свода законов русской правды, который был в Древней Руси. То есть на русский язык мы переведем так. А же – это союз если. Если кто придет с мечом, ну и продолжение мы знаем, тот от меча и погиб. Третье. Подлежащее могло быть выражено именами прилагательными. Некоторые из них при этом субстантивировались. То есть термин субстантивация может быть кому-то известен. Если нет, напоминаю, что субстантивировались, то есть превращались в существительные. В русском языке у нас таких примеров достаточно. Например, слово «столовая», которое перешло из имени прилагательного существительного. Мы пошли в столовую. Либо слово «взрослые», которое пришло к нам на сочетание. «Взрослые люди», где «взрослые» прилагательное. Но в данном случае «взрослые» кто – это является существительным. Там «взрослые» что-то для нас сделали и так далее. Далее. Подлежащее может быть выражено причастием. Например, «и не дашь ему ту близ живущую». Это тоже отрывок из повести временных лет, из летописи. «И не давали ему», то есть Кию, первому князю, который основал город Киев, первому древнерусскому князю, о котором говорят летописи, «осей здесь близ живущие племена». То есть здесь у нас причастием являются «живущие». Суффикс «суч» говорит о том, что это причастие. То есть это и будет подлежащим. То есть словом, которое стоит в именительном падеже. «И не давали ему тут осесть живущие рядом племена». Далее. Счетными словами может быть выражено подлежащее. Обращаем внимание, что не числительными, то есть категории, к которой мы с вами привыкли. Ее изначально в древнерусском языке не было. В отличие от существительных, прилагательных, глаголов, местоимений, числительная как часть речи сложилась очень поздно. Использовались счетные слова, то есть слова, которые употреблялись для счета. Это могли быть слова разных частей речи, поэтому и данная часть речи как самостоятельная появилась достаточно поздно. «Один горюет, а два воюет». Тут все понятно. Переводы, в общем-то, не требуют. Слово «один» и «два» являются счетными словами, обозначающими порядок при счете. Конечно, в современном русском языке это уже числительные, а не счетные слова. И шестая группа, чем могло быть выражено подлежащее. Подлежащее в древнерусском языке так же, как в современном русском языке, могло быть выражено словосочетанием разных моделей. Ну, например, «Князь Давыд с Апсковичей ехаша за Норову». Здесь подлежащее выражено существительным плюс существительным в форме творительного падежа множественного числа с предлогом «с». На русский язык мы переведем. «Князь Давыд с Апсковичами ехал за Норову». Поехали за Норову. То есть таким целым словосочетание. То есть, в принципе, здесь все знакомо и понятно. Гораздо интереснее и сложнее в древнерусском языке сказуемое. Сказуемое в древнерусском языке было, как в современном русском языке, глагольным и именным. И особое место среди сказуемого занимал такой тип сказуемого, как второстепенное сказуемое. Поэтому я вам выделила даже красным шрифтом. Итак, простое глагольное сказуемое выражалось так же, как и в русском языке, глаголом в форме любого наклонения, изъявительного, повелительного, сослагательного, напоминаю, слагательное – это условное наклонение, либо формой инфинитива, то есть неопределенной формой глагола. Например, «Ярополк приведет Всеволода Мстиславича из Нового города». Вот так писалось когда-то слово «Новгород». «Ярополк привез Всеволода Мстиславовича из Новгорода». Глагольная форма «Привиде», «Привиде» – это простое глагольное сказуемое, выражено глаголом в форме изъявительного наклонения. Время прошедшее, если быть более конкретными, то это аорист. Мы с вами говорили на предыдущей лекции по исторической морфологии о том, что в древнерусском языке система глагола была сложнее. Было восемь форм прошедшего времени. Восемь форм прошедшего времени, одна форма настоящего, три формы будущего времени и четыре прошедшего. Особое внимание, конечно, заслуживает формы прошедшего времени, потому что то, о чем рассказывается в древнерусских памятниках, в основном было раньше происходило, и поэтому использовали с формы аориста, времени, которое уже закончилось к моменту речи, либо имперфекта, который показывал незаконченность действия и его длительность, либо перфекта, который чаще всего употреблялся в прямой речи, потому что указывал на действие, которое было в прошлом, но важное к моменту речи. И очень редко использовалось форму плюс-комперфекта, по-русски, давно прошедшего времени, которое использовалось для того, чтобы рассказать о чем-то, что было очень-очень давно, до настоящего, скажем так, прошедшего времени. И же все были полки татарские разогнали, которые все полки татарские разогнали. Здесь у нас форму прошедшего времени разогнали, очень похоже на современную форму, но в древнерусском языке данная форма была перфектом, содержащим еще глагол-связку. Просто здесь глагол-связка суть, суть разогнали, должно быть опущено. Связка эта рано опускалась, именно наша с вами современная форма прошедшего времени по происхождению вот из формы перфекта, которую тратил древнюю связку. Не бы ходил к царю городу, не ходил бы ты к царю городу. Здесь форма «бы ходил» показывает, что перед нами с вами сослагательное наклонение. Составное глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое выражалось сочетанием спрягаемых форм глагола с инфинитивом. Пример из Мстиславы грамоты, памятник московского периода. «Даже который князь почнет хотеть и отъятий у святого Георгия». Это отрывок из духовной грамоты. Духовная грамота по-русски – это завещание, которое оставляет после себя князь. И здесь отрывок гласит о том, если какой-то князь захочет отнять у святого Георгия то, что я ему дал, то судит его Бог. «Почнет хотеть и отъятий» – это как раз и будет составное глагольное сказуемое, где «почнет хотеть». Это форма, понятно, будущего времени, то есть если он захочет вдруг это сделать. И отъятий – это инфинитив. То есть все три глагольные формы представляют собой составное глагольное сказуемое. Именное сказуемое в древнерусском языке также состояло, как и в русском современном, из глагола «связки» и именной части. Обычно в роли связки использовался глагол «бытие». Именная часть могла выражаться существительным в разных падежах. Прежде всего, конечно, в именительном падеже. Например, «ты, еси, бог». «Ты, бог». То есть связку мы не переводим. «Еси» – это глагол «связка быть» в настоящем времени, «бог существитель». Кто будет брату-недруг? То есть кто будет брату-враг? Будет-недруг. Эту форму у нас, соответственно, выражено глаголом «связкой будет» в форме будущего времени, в форме существительного в именительном падеже. В такой же функции, то есть функции сказуемого, мог использоваться и творительный падеж. Например, «была мать его церницею». На русский язык это слово мы переводим. «Была мать его монахиня». Здесь у нас к составной именной сказуемое «была церницею», то есть связка глагол «бытие» в прошедшем времени и в существительной форме, опять-таки, творительного падежа. Обратите, пожалуйста, внимание на первую букву «с». Дело в том, что здесь подразумевается слово «чернице». «Чернец» – это монах, это инок. Почему вместо буквы «ч» мы с вами встречаем букву «ц»? Это диалектное явление, характерное для северно-русских говоров. Называется это явление «цоканье», когда вместо «ч» употребляется «ц». Данное диалектное явление достаточно часто встречается и в слове о полку Игоря, когда вместо «русичи» называется «русицы». То есть поэтому обратите, пожалуйста, внимание и правильно переводите слова. То есть не «церница», а «черница» и «чернец» – это монах. Соответственно, мать его была монахиней. В дальнейшем в качестве именной части стали употребляться существительные в творительном падеже. Он был учителем. Мы чаще так говорим, чем он был учитель. Конструкция с творительным падежом используется в тех случаях, когда подлежащему приписывается временный, несущественный признак. Конструкции с именительным падежом употребляются тогда, когда подлежащему приписывается постоянный, существенный признак. Сравните. Он был учителем когда-то. Он был учитель. То есть он был таковым всегда. Почему я обращаю на это особое внимание? Иногда в олимпиадных заданиях приводятся такие случаи и требуется разъяснение этих ситуаций. Поэтому запомните, что употребление именительного и творительного падежа в существительных составе составного и именного сказуемого семантически оправданно. То есть есть разница в значении. Если используется форма творительного падежа, то здесь есть указание на признак, который является непостоянным, то есть пременным. Конструкция с именительным падежом говорит о том, что признак, который выражается словом, постоянный и существенный. Именная часть сказуемого могла также выражаться именем прилагательным, чаще в краткой форме, как и сейчас. Я есмь уже стар, я уже стар. Полные прилагательные приблизительно до 15 века функционировали в основном как определение, а краткие – как часть сказуемого. В современном языке в качестве сказуемого могут употребляться и краткие, и полные прилагательные. Полная форма называет признак, заложенный в самом предмете. Он был злой. Он был злым. А краткая форма – признак, который проявился или появился у этого предмета при определенных обстоятельствах. Он был злым. То есть он не постоянно злой, а он стал таким в результате какой-то ситуации, какого-то воздействия извне. То есть это признак, в общем-то, непостоянный, тоже получается временный. Именная часть сказуемого могла выражаться причастием. И погребен бысть Игорь. И погребен был Игорь. Ну, в русском языке тоже мы такое явление наблюдаем. Итак, мы с вами дошли до самого интересного, того, что не сохранилось в современном русском языке. Но то, что нам будет очень важным при переводе в древнерусских текстах – это второстепенное сказуемое. Итак, в древнерусском языке, кроме основного предложения, могло употребляться еще и второстепенное сказуемое. Выражено оно было всегда причастием действительного залога. Понятно, почему действительного. Потому что предмет совершает действие. А не на него направлено действие. По синтаксической функции это второстепенное сказуемое отличалось и от определения, раз это причастие, да, то оно могло выполнять данную функцию, и от сказуемого. Хотя было близко И. Из этого причастия впоследствии развелось ДИИ причастие. То есть ДИИ причастия изначально не было. Они в русском языке появились позднее. То есть то, что мы сейчас называем с вами ДИИ причастиями по происхождению – это краткие формы причастия. Итак, пример. Иди Ростову с дружиною своею, а сын оставил в Новгороде. Что у нас здесь с вами получается? То есть то, что мы подразумеваем сейчас как ДИИ причастия, оставим, мы не переводим как ДИИ причастия, а переводим как глагольную форму, то есть как однородные члены. Пошел к Ростову с дружиной своей, а сына оставил в Новгороде. То есть вот такой вот перевод. Между сказуемым, главным, а главной сказуемой у нас с вами идея, которую мы на русский язык перевели, пошел, и второстепенным сказуемым – это причастие, краткое причастие в древнерусском языке оставив – употреблен сочинительный союз А. Вот он у нас с вами. Что, как отмечал известный русский лингвист Александр Афанасьевич Потыбня, свидетельствует об определенной самостоятельности второстепенного сказуемого. И на русский язык, напоминаю, мы с вами будем переводить именно как полноценное сказуемое, как однородный член. Далее. Очень интересная связь в древнерусском языке была между подлежащим и сказуемым. Связь между подлежащим и сказуемым имеет особый характер взаимного подчинения. Ее в лингвистике принято называть координацией. Термин координация – это термин известного современного ученого Натальи Юрьевны Шведовой. Вы помните, наверное, эту фамилию в связи с толковым словарем русского языка. Я думаю, что, наверное, у каждого любителя русского языка дома есть словарь Ожегова. Так вот, после смерти Ожегова и, в принципе, еще при жизни они сотрудничали вместе с Натальей Юрьевной. И словарь, в общем-то, который сейчас издается, который есть во всех книжных магазинах, он однотомный. Иногда в названии имеет две фамилии. Первая фамилия идет Ожегова, потом идет фамилия Шведова, потому что первым, кто начал составление этого словаря, был Ожегов. Потом Наталья Юрьевна присоединилась. Итак, в древнерусском языке имелся особый тип связи между подлежащим и сказуемым. Ну, некое согласование по смыслу. В древнерусском сказуемом в большей степени по сравнению с современным сказуемым могла отражаться реальная единичность или, напротив, множественность, связанная с подлежащим. Так, при подлежащим, выраженным, собирательным, существительным, например, дружина, совокупность воинов, братья, народ или земля в значении страна, Русь, сказуемое было во множественном числе. Хотя в русском языке это существительные, которые имеют форму единственного числа. И, соответственно, сказуемое при этой форме тоже будет стоять в форме соответствующей единственного числа, не множественного, хотя обозначает совокупность людей. В древнерусском языке, раз это была совокупность, то и сказуемое ставилось в форме множественного числа. Посмотрите, пожалуйста, на пример, который я привожу. Рикоша, дружина, Игореве. Подлежащее слово дружина, оно стоит у нас с вами в форме единственного числа, хотя обозначает совокупность, обозначает совокупность. А форма Рикоша, это глагол, он стоит у нас в форме множественного числа, указывая на то, что в дружине это не один человек, а совокупность воинов. То есть это было абсолютно правомерным. Обращаем на это внимание. Хадиша – вся русская земля. Хадила вся русская земля. То же самое. Хадиша – вот этот суффик сигматического ауэста – это форма третьего лица множественного числа. Идоша – вся братья. Итак, такое употребление формы множественного числа, напоминаю, разрешалось только в том случае, если существительное обозначало некую совокупность. Итак, в современном русском языке такое согласование по смыслу, именно по смыслу, грамматически, напоминаю форму единственного числа у подлежащего, а по смыслу обозначает совокупность. Такое согласование по смыслу в современном русском языке утрачено. След этого согласования особого в современном русском языке сохранился лишь в колебании. Колебания, которые встречаются при употреблении глагола в единственном и множественном числе в оборотах. Большинство. Большинство склонялось или большинство склонялись. Ряд лиц затруднялся или затруднялись. Много людей проголосовало или много людей проголосовали, потому что, видите, большинство, ряд и много – это все равно некая совокупность. В диалектах это старое согласование по смыслу встречается довольно часто. Например, народ ушли, молодежь гуляют. Молодежь только имеет форму единственного числа. Поэтому здесь, конечно, с точки зрения современного русского литературного языка такая форма не приветствуется. В диалектах допускаются. Так вот у вас опять-таки могут быть задания в Олимпиаде, связанные с вот этим изменением. То есть могут быть показаны какие-то диалектные формы. И тоже их нужно будет объяснить с точки зрения истории русского языка. Здесь вы тоже должны будете блеснуть знанием того, что есть согласование грамматическое, которое выражается при помощи в данном случае окончаний глаголов и существительных. А есть согласование по смыслу, потому что существительное, а точнее подлежащее обозначается в оккупность предметов, а не один предмет. И глагольная форма тоже стоит в форме множественного числа. Далее мы с вами переходим к словосочетанию. Конечно, в древнерусском языке встречаются все те же три типа подчинительной связи на уровне словосочетания, что и в современном русском языке, которые вам хорошо известны. Согласование, управление и примыкание. Но если с примыканием ничего нового не произошло и там легко распознается оно, то случаи согласования и управления в древнерусском языке имели свои нюансы. Итак, в истории русского языка произошли изменения в способах согласования. Не в самом согласовании, а в способах его выражения. В способах согласования определения с определяемым словом. Для древнерусского языка характерна более полная согласованность определения с определяемым словом, что выражается в следующих особенностях. Первая особенность. Определение, чаще всего оно у нас выражалось прилагательным, употреблялось, уподоблялось определяемому слову, то есть существительному, как предложено в падежной форме. Предлог употреблялся и перед определением, и перед определяемым словом. Например, Обратите внимание, мы бы в русском языке сказали, Настислав пошел к водным воротам. Мы один бы раз употребили предлог, обозначающий направление «к». А здесь употреблен дважды. Во-первых, перед определяемым словом к воротам, и во-вторых, к определению к водным. Причем еще раз обращаю ваше внимание на то, что определение достаточно часто в древнерусских текстах оказывается в постпозиции по отношению к определяемому слову. То есть стоит после так называемая инверсия в русском языке наоборот прилагательной чаще всего предшествует существительному, то есть определяемому слову. Или другой пример. Поиди на зятя, на своего, на всеволода. Зять свой всеволод. То есть трижды повторяется предлог на перед существительным взять, перед определением своего и перед именем собственным, как зовут зять, а всеволод трижды. Это все один человек. Его зять по имени всеволод. А предлог повторяется трижды. Вот такова была особенность согласования первое. Второе. Большая по сравнению с русским языком полнота согласования проявляется и в согласовании по морфологическому роду. А именно, при существительных мужского рода на а-я, которые обозначали лиц мужского пола, определение могло употребляться в женском роде, потому что окончание а-я в основном присуще существителям женского рода. Посмотрите. Со своей всеволодою воеводою Жирославом. Со своим воеводой Жирославом. То есть Жирослав – мужское имя. Воевода – мужское звание. Женщин воеводами никогда не было. Но слово самого мужского рода с окончанием а. Так вот, местоимение притяжательного имеет форму именно женскую, потому что большинство слов а-я были все-таки женского рода. Видите, определение стоит в женском, а не в мужском. То есть относится к всеволоду, и речь идет о мужчине, а не о женщине. Еще раз, почему окончание женского рода? Потому что воевода, существительное на А, а большинство существительных на А морфологически, разумеется, относились к мужскому роду. Вообще понятие лица – это в данном случае у нас с вами категория логики, а не грамматики. Мы с вами не путаем эти вещи, различаем. И, наконец, третья особенность согласования, в чем состоит, давайте рассмотрим. Согласованное определение могло стоять не только в препозиции по отношению к определяемому слову, но и в постпозиции. Об этом уже тоже говорили, примеры показывали нам это явление. Кроме этих двух позиций, в древнерусских текстах встречается вообще дистантное, то есть удаленное расположение определения. Отрыв его ни до, ни после определяемого слова, а еще где-то дальше в предложении. Такое тоже может быть. И поэтому при переводе важно понять, к какому слову относятся определения. А городов у русской земли новых не ставите. Итак, нас с вами, разумеется, интересует прилагательное новых. Это прилагательное относится к существительному городов. Ну, по согласованию мы с вами это легко видим. Но посмотрите, как далеко удалено это прилагательное. После целого сочетания русской земли. Не сразу после городов, не до новых городов, а практически в конце праздника. А городов вы будете переводить новых, у русской земли не ставите, не строите. Договорная грамота 1350 года. Или «Нам земля подобна есть русская милому младенцу». Отрывок из слова о Куликовской битве. Что мы с вами здесь видим? Мы видим, что слово «земля» нам подобна русская. Земля какая русская? То есть определение стоит после Казумова. По сути, должно быть русская земля нам подобна есть милому младенцу. То есть русская земля нам все равно, что русский, что все равно, что младенец. То есть так мы относимся к своей земле. Так мы ее любим и свою родину. Итак, я думаю, все понятно. Повторим еще раз особенности согласования. Первое – это употребление предлога, частотное бы я сказала, и перед определяемым словом, и перед определением. Далее – это употребление женского окончания у прилагательного, если определяемое слово заканчивается на «ая», и даже если оно мужского рода. И третья особенность – дистантное расположение определяемого слова, которое может стоять не только в препозиции и постпозиции перед определяемым словом, но даже находиться на дистанции, то есть быть удаленным. Следующий вид подчинительной связи – на уровне словосочетания. Следующий вид – это управление. В древнерусском языке тоже есть свои особенности управления. В чем же они выражались, эти особенности? Особенности управления в древнерусском языке выражаются в ином, чем в современном русском языке употребление падежных форм в предложении. Ну, все мы помним, какие падежи есть, да? Винительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложенный. В древнерусском языке, как и в современном, падежные формы могли иметь несколько значений, но эти значения были другими. Итак, сейчас речь пойдет о родительном падеже, потом мы остановимся на многозначном творительном падеже, в винительном падеже и в дательном падежах. То есть достаточно много падежей имели большее число значений, чем в современном русском языке. И отношения были, соответственно, совершенно иные. Итак, родительный падеж мог иметь значение времени. Той же осень немного злася створи. Обратите, пожалуйста, внимание на «ся» – это наш с вами возвратный суффикс, или, как принято в лингвистике называть, постфикс, потому что он чаще всего идет после окончания. Он может быть удален от глагола, он может стоять, конечно, сразу после, но он все равно пишется не слитным глаголом, всегда раздельно писался в древнерусском языке, но этот постфикс или суффикс возвратный может стоять перед глаголом. Здесь речь идет о слове «осени». На русский язык мы переведем фразу «Той же осенью много зла случилось», или, если дословно, то «сотворилось». То есть на русский язык значение времени, которое мы здесь видим в значении слова «осень», будет переводиться на русский язык в творительном падеже, но мы в русском языке будем употреблять данную фразу в другой форме, в форме творительного падежа. В древнерусских текстах мог использоваться родительный падеж, поэтому, пожалуйста, переводим правильно. «Той же осенью много зла случилось». Или другая фраза. «Того же лета взяша болгары муром». Тем же летом, кем, чем, опять-таки, неродительный падеж, кого, чего лет, а творительный падеж, захватили или взяли болгары муром. Правильно переводим. Это значение в целом у родительного падежа в русском языке утрачено. В этих случаях мы употребляем творительный падеж, как мы уже говорили, «той осенью, той весной, тем летом». Либо винительный, но с предлогом «в ту осень, в то лето». Старый родительный падеж сохранился в наречии «сего дня», который писалось когда-то раздельно, «этого дня», «сего дня». Теперь это пишется, оно у нас слитно, потому что раньше оно представляло собой сочетание местоимения «сей» указательного и существительного «день» в родительном падеже. Или в сочетании третьего дня, ну, что тоже редко используется, а также в точных названиях дат – 1 мая, 8 марта и так далее. Творительный падеж, чем он интересен? Творительный падеж тоже мог использоваться для обозначения времени. Например, «приди мартом месяце». В современном русском языке творительный падеж в этом значении употребляется только для обозначения частей суток, например, «темной ночью», времен года, поздней осенью или ранним утром. Причем при существительном в творительном падеже обязательно должно, как вы видите, быть определение. «Приди мартом месяцем», то есть «пришел мартом месяцем». Творительный падеж мог также иметь пространственное значение. Например, «входит в город одними вороты». «Входит в город через одни ворота». Это значение творительного падежа, напоминаю, речь идет о пространственном значении, сохраняется в современном русском языке в отдельных оборотах. Например, «идти берегом», «идти садом», «кровь пошла горлом», «кровь пошла носом». То есть такие выражения в разговорной речи используются. Обычно это значение выражается конструкцией «винительного падежа» с предлогом «через», ну, как мы с вами сейчас и переводили. Также творительный падеж имел значение «орудие» или «инструмент». Это значение он имеет и до сих пор. В творительном падеже в этом значении употреблялись названия орудий действий людей и животных частей суток. Например, «рубить топором», «ехать лошадьми», «защищаться мечом», «ехать ночью». В современном языке творительном падеже в этом значении используется только название орудий действий. То есть название людей, название животных не используется. Мы не можем сказать «ехать лошадьми». Творительный падеж употреблялся в древнерусском языке и при обозначении образа действия. Например, «явися звезда велика на западе копейным образом». «Появилась большая звезда на западе в виде копья». Вот как раз копейным образом, кем-чем, у нас с вами и будет тот творительный, который употребляет значение образа действий. Или «хажаху небрежением». «Они ходили небрежно». Форма «хажаху» – это форма прошедшего времени, а именно форма имперфекта, о чем говорит суффикс «аху». Ну и форма небрежением, форма творительного падежа, которую, видите, на русский язык нам все-таки лучше перевести на речи. Такое значение творительного падежа в современном языке встречается редко. Ну, например, он выдавал себя бегающими глазами, то есть каким образом он шел нетвердым шагом, он шел как нетвердым шагом. Творительный падеж мог иметь значение ограничения, широко распространенный в древнерусском языке и достаточно редко в современном. «Телом изобилием, своим богатством недостаточен». То есть телом крупный, богатства у него не так много, недостаточно. В современном языке употребляется данный падеж творительным ограничением в таких фразах, как «ростом мал» или, например, «ростом велик, прекрасен, сложение». То есть все-таки он есть, но в единичных случаях не так часто, как в древнерусском языке встречается в данном значении. Винительный падеж в древнерусском языке мог употребляться в беспредложной конструкции для обозначения времени. Вот если вы будете читать самостоятельный отрывок из повести временных лет о месте княгини Ольги за своего князя Игоря, то вы встретитесь с такой фразой «А с утра послю по вы». По-русски это означает «я утром пошлю за вами». Слово, которое нас интересует, это «утро». Стоит оно у нас в винительном падеже. Предлога мы ведь здесь не видим. На русский язык нам, конечно, проще перевести на речи и правильные. «Утром пошлю за вами». «Осень умре князь». Не «осень не умерла», пожалуйста, переводите правильно, а «когда осенью» обозначает время винительный падеж. «Умер кто?» «Умер князь, подлежащий князь». Мы уже говорили с вами, когда рассматривали категорию душевленности, о том, что в древнерусском тексте порядок слов свободный, не всегда было понятно, где подлежащий, то есть субъект действия, где объект действия, на который направлен предмет, поэтому и развилась категория душевленности. Поэтому помните об этом. В современном языке есть такие конструкции с винительным падежом. Они обозначают отрезок времени, полностью охваченный действием. Например, «проспал всю ночь». Вот здесь, пожалуйста, винительный значение времени. «Работал все лето», то же самое. «Занимался целую осень». Но здесь, видите, еще используются дополнительно слова «весь», определительное местоимение «целую», которое как раз определяет какой-то конкретный промежуток времени. «Винительный падеж» мог использоваться в беспредложной конструкции и для обозначения направления, то есть не только времени. Например, «Глеб же в ниде чернигов». По-русски мы сейчас сказали «Глеб вошел в черниг», то есть употребили бы предложенную конструкцию. В современном русском языке, как я уже говорила, мы будем употреблять здесь винительный падеж с предлогом. «Винительный падеж» мог также иметь значение причины. Например, «Мщу русскую землю». «Я не русскую землю мщу», «Я мщу за русскую землю». «О же ли будет, кто его мстя, если не будет, кому за него мстить?» И так далее. Напоминаю, что «Мстя» здесь как раз будет тоже дополнительным сказуемым, которое выражено краткой формой причастия. И мы будем с вами переводить, соответственно, как сказуемую данную форму. В XIX веке такая конструкция, а именно «Винительной причины» уже была устаревшая. Она встречается у Пушкина в произведении «Полтава» «Отомстить поруганную дочь». То есть «Отомстить за поруганную дочь». Ну, понятно, что у Пушкина это связано с определенной ритмикой произведения. «Дательный падеж». «Дательный падеж» в древнерусском языке мог употребляться в беспредложной конструкции для обозначения направлений. Кстати, достаточно часто, особенно в ранних произведениях. «Иди Чернигову», «Пошел к Чернигов» или «К Чернигову». «Поиди Переиславлю», «Пошел к Переиславлю». То есть в русском языке, вы видите, мы будем переводить конструкцию с предлогом «к» – дательный падеж. В современном языке в таких конструкциях употребляется дательный падеж с предлогом «к», либо винительный с предлогом «в». Напоминают о дательном беспредложном словосочетании типа «иду домой», то есть по происхождению форма наречия «домой» из формы существительного дательного падежа «домови» вот с таким вот интересным окончанием «ови», которое не сохранилось в современном русском языке в дательном падеже, хотя первоначально такое окончание у одного из типов склонения, а именно у типа склонения на «у краткий» было. Дательный падеж обозначал также принадлежность к беспредложной конструкции. Например, «копьё летит сквозь уши конеи, все имена и его дам их». В современном русском языке в этом случае употребляется родительный падеж. Старая конструкция используется редко, например, «цена билетом», «он сына ему» и так далее. То есть на русский язык мы будем переводить как «копьё пролетело сквозь уши коня». «Эти имена воеводам дал». «Их воевод», «дал их воевод», «кого чьего родительный падеж». В древнерусском языке употреблялся так называемый дательный внутреннего переживания. Дательный падеж обозначал предмет или лицо, на который направлено переживание. «Посмеётся ему». На русский язык мы должны будем перевести «посмеётся над ним». Такое значение дательного падежа иногда встречается в современном русском языке. Нравится ему, льстить ей, радоваться приходу кого-то. Таким образом, падежи в древнерусском языке имели много значений. Особенно, как мы с вами видели, это относится к творительному и родительному падежам. Одной из наиболее ярких особенностей древнерусского языка является широкое распространение беспредложных конструкций. Что значит беспредложных конструкций? Значит, конструкций без предлога. То есть там, где мы с вами в современном русском языке употребляем обязательно предлог и будет считаться грамматической ошибкой, если мы его не употребим. В древнерусских текстах это допустимо. Но на русский язык перевода мы должны переводить, соответственно, нормам современного русского литературного языка. Еще на что нужно обязательно обратить самое, я бы сказала, особое внимание. То, чего в современном русском языке не сохранилось. В древнерусском языке употреблялись конструкции с двойными падежами. Известны двойной винительный, двойной родительный и двойной дательный падежи. Что собой представляют эти конструкции? Давайте, пожалуйста, посмотрим. Итак. Что значит двойной винительный падеж? Двойной винительный падеж – это конструкция, в которой при глаголе два имени были в винительном падеже. Винительный падеж прямого объекта. Помните, что такое прямой объект? Это прямые дополнения. И еще один винительный падеж. Например. Постави Мефодия епископа. На русский язык мы переведем эту фразу. Поставили Мефодия епископом. Поставили Мефодия епископом. Здесь у нас употребляются два винительных падежа. Мефодия. Вижу кого что лису – неродительный падеж. И кого что епископа – неродительный. Тоже винительный падеж. Другой пример. Сына моего примите субе князя. Сына моего примите к себе. В древнерусском языке была форма субе местоимения. Кем? Князем. В современном языке второй винительный вытеснен творительным падежом. Поэтому при переводе мы с вами будем использовать именно творительный падеж. Не винительный. Следующий двойной падеж – это двойной датильный. Он употреблялся в предложениях, где первый датильный связан с глаголом. А второй датильный присоединяется к первому датильному посредством инфинитива. То есть неопределенной формы глагола. Таким образом появляется новая предикативная группа. Например, даст им власть чадом божиим быти. На русский язык мы будем переводить второй, слово которое стоит в датильном падеже, падежом творительным. Даст им власть быть кем? Божьими чадами. Якобыти нам рабом. Так как быть нам кем? Чем? Рабами. Итак, двойной датильный оборот переводим следующим образом. Первое слово переводим датильным падежом, вторую форму должны поставить в творительный падеж. Двойной родительный падеж в древнерусских памятниках встречается редко. Он больше был распространен в памятниках старославянской письменности, которые пришли на Русь. Двойной родительный употреблялся в конструкциях с отрицанием, то есть частицей «не». Например, «не Даша его живо». Второй родительный падеж также был вытеснен творительным падежом, то есть «не давали ему быть живым». Таким образом, вторые падежи в конструкциях с двойным падежом, как мы говорили, были заменены или, можно сказать, вытеснены. Были заменены творительным падежом. Итак, особенностью древнерусского синтаксиса, как мы уже обращали с вами внимание, является повторение предлогов. Добавляем сейчас сочинительных союзов при каждом из однородных членов предложения, при определении и определяемом слове, при назывании лица по имени отчеству, при приложении. Например, «Пая же множество варяг, и славян, и чуди, и кривичи, а из конь, из своих, из ездовых, велел есмь дать». Итак, первая фраза «пая» – «схватил он множество варягов, славян, чуди и кривичей». То есть у нас здесь, видите, идёт перечисление, каждый раз употребляется союз «и». А из коней, опять, из своих, из ездовых, велел ему дать. Вот, то есть предлог «из» тоже трижды, как мы видим, употребляется. Итак, такова история простого предложения в древнерусском языке. Сложные предложения тоже имеют свою историю, свои особенности, на которые важно и нужно обращать внимание при чтении и переводе древнерусских текстов. Итак, как вы знаете, сложные предложения бывают трёх типов. Сложно сочинённые, где части равноправны, сложные подчинённые, где одна часть подчиняется другой и присоединяется главной при помощи союза или союзного слова, а также бессоюзные предложения, семантик которых может быть сочинительного, чаще, конечно, подчинительного плана. Итак, поговорим о сложно сочинённых предложениях. Значит, аббревиатура ССП, я думаю, вам хорошо знакома. Итак, компоненты сложно сочинённого предложения чаще всего соединялись с сочинительными союзами. И на первом месте, да, а, но. Как и в современном русском языке, союзы делились на соединительные и а, да, ни, противительные, но. Обратите внимание, как раньше писался союз но с редуцированным заднего ряда. А, да, ин, это было не только местоимением определительным, но и союзом. Ан, то есть в зависимости только от контекста мы можем определить, какой частью речи было данное слово. Разделительные, ли, или, люба, то, то, градационные. Вместо союза, хорошо нам с вами известного, не только, но и первая часть несколько отличалась, не только. Некоторые из этих союзов в дальнейшем перестали употребляться. Союз А, например, люба. А у некоторых союзов, и речь здесь у нас с вами, конечно, идет о союзе А, изменилось значение А в древнерусском языке все-таки изначально имело значение соединение. Противительное значение, в общем-то, новое для древнерусского языка. Сочинительные союзы были полифункциональными, то есть они выполняли множество функций. Так, союз А мог быть соединительным, противительным и даже подчинительным. Это свойство сочинительных союзов сохранилось и в современном русском языке. Сложно сочиненные предложения с точки зрения смысловых отношений между частями можно разделить на две группы. Первая группа составляла собственно сочинительные предложения, где части, как мы уже говорили, являются равноправными. Это собственно соединительные, сопоставительные и противительные предложения. Например, в то же лето по грехам нашим мор бысть, людях мног, и конь множество помрошен. Отношения соединительные, союз и связывает. Кроме того, есть общий второстепенный член предложения, да, в то же лето по грехам нашим. То есть тоже лето за грехи наши был мор среди людей, болезни, и коней множество погибло. Старые чти яко отца, старых чти как отца своего, а молодых яко братью, а молодых как братьев. То есть союз А здесь выступает в качестве сопоставительного союза. Вторая группа – это предложения с отношением внутренней обусловленности. Что это значит? Части этих предложений неравноправны. Одна часть обусловлена другой. Она зависит от неё. И, соответственно, отношения в таких предложениях близки к предложениям с отношениями подчинения. То есть такие сложно сочинённые предложения близки к сложно подчинённым предложениям. Например, «И бысть буря велика, и княж корабль разбий ветер». То есть княжеский корабль разбился ветром, потому что была великая буря. Или «Так, как была великая буря, разбился княжеский корабль». То есть причинно-следственные связи мы тут с вами видим. «Приди князь Ярослав в Новгород и ради быша новгородцы». Когда пришёл князь Ярослав в Новгород, новгородцы обрадовались. То есть опять для чего нам это нужно? Теория нам всегда нужна для практики. То есть вы это должны знать, чтобы правильно переводить древнерусский текст. Именно в таких предложениях в дальнейшем и появятся так называемые слова-конкретизаторы. Например, «потому», «поэтому», «всё-таки», «зато», «которые будут конкретизировать частные значения сочинительной связи и сближать сложно сочинённые предложения сложно подчинёнными». Ну, а теперь мы с вами переходим к собственно сложно подчинённым предложениям. Итак, в сложно подчинённых предложениях употреблялись архаичные с точки зрения современного русского языка союзы и союзные слова. Напоминаю, союзы – это не знаменательные части речи, это служебные части речи, в отличие от союзных слов. Союзные слова, выполняя функцию, связующую предаточное предложение с главным, являются частями речи, чаще всего, конечно, они были местоимениями или наречиями. Итак, о каких же союзах и союзных словах идёт речь, которые встречаются в древнерусском тексте, но которые не встречаются в современном русском языке? Союзные слова – иже, еже, яже, которые употреблялись в определительных и подлежащих предаточных. Чаще всего такие слова на русский язык мы будем переводить с вами при помощи относительного местоимения, который, ну, в зависимости от рода и числа. Соответственно, мы будем с вами менять окончание. Например, «собрашася, лучшие мужи, ижедержаху, деревскую землю». На русский язык мы переведём эту фразу следующим образом. «Собрались», напоминаю, «ся» – это постфикс или возвратный суффикс, который чаще всего отсоединялся у нас с вами от глагола и употреблялся отдельно. «Собрались лучшие люди, мужи мы не будем переводить, как мужчины, хотя слово «муж» – его первое значение именно мужчина, не муж, как супруг. «Собрались лучшие уважаемые люди, которые правили древлянской землей». «Союз Яка присоединял предаточное предложение в рей. И повели Ольга, Яка, смерчися, пустите голубей и воробьи воем своим». «И повелела Ольга, когда? Когда начнёт смеркаться, выпустить голубей и воробьёв кому? Своим воинам». То есть вот такая вот фраза. «Яка» здесь, конечно, союз тоже многозначный, но в данной конструкции нужно его переводить «когда». И на это, опять-таки, нам что указывает? Глагольная форма, которая употребляется после этого союза. То есть речь идёт о времени, каком-то суток, о времени. Далее. «Союзы К, коли, егда, в нигда». Ну, союз К нам известен, и он сохранился в современном русском языке. «Союз Коли» в литературном языке мы с вами не употребляем. «Союз К, егда» на русский язык у нас будет переводиться «когда». Итак, читаем предложение. «А коли Микита приехал, земли делите, а тут-то были оба дворские, егда исполнися два года, иное чудо». А если Микита, ну, Микита, мы бы сейчас сказали по-русски, «приехал землю делить», а тут были двое людей, которые двору принадлежали, когда исполнится два года, будет иное чудо, произойдёт иное чудо. Далее. «Союзы Дандежи», «Данележи», «Данележи» обозначали предел каких-то действий. Главного предложения. «Не двигавши ногами, Дандежи не отпуяху заутреннюю». И не передвигал ногами до тех пор, Дандежи, пока не закончили исполнять петь заутреннюю, заутреннюю службу в церкви. Далее. «Союзы Зани» тоже было достаточно распространено в древнерусских текстах, а ещё чаще встречается «Союз Бо». Имели причинное значение. «Бужане», «Зани си дожи по Богу». «Бужане», потому что сидели за Богом, жители. «Мужа твоего убихам, бяжи бу муж твое, аки волк. Мужа мы твоего убили». Почему? Потому что Бо, ибо муж твой был словно волк или как волк. Союз Бо занимал в предаточном предложении обычно второе место после какого-либо члена предложения. В предаточных причинных подчинительный союз часто выступал совместно с сочинительными союзами «И» или «А». Ещё две группы союзов мы с вами рассмотрим. Союзы АЩ по происхождению – это союз старославянский, эквивалент в древнерусском языке АЧ с русским Ч. Союз ПАКЫ, более поздние союзы ИЛИ, ЛИ, опять-таки ранние древнерусские союзы АЖ и ОЖ, которые не сохранились, употреблялись в предаточных предложениях со значением условия. АЖ убьет муж мужа, то мстите брату брата. То есть если убьет человек человека, напоминаю, мы не переводим муж как мужчина, мы переводим либо как человек, если это форма единственного числа, либо как люди, если перед нами форма множественного числа, то мстить брату за брата. Опять обращаем внимание, что в данной конструкции, точнее, в его конце, она беспредложная. Мы не найдём предлога «за», но при переводе мы должны будем обязательно включить этот предлог для перевода. Итак, сложные предложения с несколькими предаточными являются, разумеется, более поздними по своему происхождению. Сейчас в русском языке сложный синтаксис распространён. Мы можем увидеть, что в одном большом предложении разные типы предаточные, которые могут находиться и как в отношениях соподчинения, так и в других подчинительных отношениях, однородности, неоднородности и так далее. И ещё мы поговорим с вами об одном обороте, вот буквально осталось нам с вами немного, об очень интересном обороте, который любил Михаил Васильевич Ломоносов. И в своей знаменитой российской грамматике, первой грамматики русского языка, он сожалеет о том, что данный синтаксический оборот, данная синтаксическая конструкция, к сожалению, уходит из языка, к его сожалению. Вообще сам оборот очень книжный, пришёл к нам тоже из старославянского языка. Сейчас мы с вами рассмотрим, что собой представлял этот оборот, и как, самое главное, его следует переводить на русский язык. Итак, оборот дательный самостоятельный. Во-первых, давайте разберём слова дательный и самостоятельный. Да, наоборот, не зря так называется дательный самостоятельный. Понятно, что он будет переводиться на русский язык самостоятельным предложением, отдельным предложением, пусть даже это будет предаточное. И на русский язык, соответственно, вернее, данные части этой конструкции будут стоять в дательном падеже. То есть вот, что является показателем. Даже первое, на что вы должны будете обратить, чтобы найти этот оборот, вы должны будете найти местоимение или существительное, плюс причастие, которые будут стоять в дательном падеже, потому что оборот называется дательный. Итак, дательный самостоятельный был широко распространён в древнерусском языке. В русском литературном языке этот оборот употреблялся вплоть до XVIII века. В памятниках, отражающих живую разговорную речь, дательный самостоятельный отсутствует. Таким образом, этот оборот является приметой литературного, я бы даже сказала, книжно-литературного языка. Итак, дательный самостоятельный оборот состоял из существительного или местоимения в дательном падеже. И согласованного с ним причастия, чаще всего это, конечно, было действительное причастие, либо настоящего, либо прошедшего времени, тоже в дательном падеже. Например, идущую же ему опять приди к Дунаеве. Вот этот оборот. Идущую же ему. Причастие идущую представляет собой форму действительного залога настоящего времени в дательном падеже от глагола идти и местоимение ему. Это местоимение, ну, в древнерусском языке это было не он, это было местоимение и мягкого варианта. Но в любом случае на русский язык мы будем переводить как он, но в дательном падеже. Итак, предложение чаще всего по своей семантике является временным, поэтому мы перевод начинаем со слова «когда». Когда, кто, он, что делал, шел, то опять, по-русски мы не говорим «шел опять», мы говорим «возвращался», «приди опять», то есть «возвращался», «пришел» или «подошел он к Дунаю». Подошел он к Дунаю. Итак, оборот дательный самостоятельный включает в данном случае у нас местоимение в дательном падеже ему и причастие идущую. При переводе мы добавляем слово «когда», местоимение ему и дательного падежа ставим в именительный падеж, то есть сделаем его подлежащим, почему и самостоятельный, а идущую из формы причастия мы делаем глагольную форму сказуемого «шел». Итак, этот оборот присоединялся к главному предложению с глагольным сказуемым и по значению приближался к предаточному предложению времени, иногда причиной или условия, но чаще всего в древнерусских текстах это было именно время. Если субъект дательного самостоятельного и подлежащий независимому предложению совпадали, то есть это было одно и то же, то возможно перевод этого оборота и депричастному обороту, то есть тоже данная конструкция допустима, и помолившуюся ему возлеже на одре своем, то есть перевод может быть не обязательно, когда он помолился, то лег на свою постель, на свою ложу, можно и депричастим перевести, помолившись, что сделав, он лег на свою ложу. Если же субъект дательного, самостоятельного и подлежащего независимого предложения, то есть главного не совпадают, то такая конструкция переводится только предаточным предложением. Например, приходившую ему ко царю великую честь прияла царя. То есть здесь нельзя сказать приходив он к царю. Лучше перевести, когда он приходил к царю, то великую честь принял, приял это принял от царя. В древнерусском языке дательный, самостоятельный, в дательном, самостоятельном обычно употреблялись при части действительного залога в краткой форме, то есть окончание состояло только из одного слуга, из одной буквы, реже, в полную форму. К XVII веку употребление оборотов дательного, самостоятельного сократилось. В памятниках XVIII века дательный, самостоятельный уже воспринимался как архаизм. Вот мы с вами достаточно кратко, но тем не менее, достаточно информативно познакомились с особенностями исторического синтаксиса. Исторического синтаксиса. Я думаю, что теперь, в принципе, не должно быть никаких сложностей при переводе древнерусских текстов. Ну и в заключение я хочу, чтобы мы с вами посмотрели небольшой фрагмент отрывок из древнерусской летописи, посвященный мести Ольге. Ну, о самом месте мы с вами читать не будем, вы можете потом сами почитать. Мы с вами почитаем и попереводим о том, что послужило, скажем так, причиной действий княгини Ольги, почему она решила мстить древлянам. Итак, вы видите в первой строчке буквы ЗЕЛО, УК, НАШ и ГЛАГОЛИ. Это говорит о том, что данная дата у нас с вами записана буквами. Причем дата, как видите, довольно большая. Первая буква ЗЕЛО имела число 6. Вот тут не видно значка, здесь по идее должен быть, я бы сказала, подстрочный значок, который обозначает 1000. То есть речь идет о дате в 6000. Почему 6000? Вы помните, что летоисчисление на Руси велось в начале от сотворения мира. Потом с принятием христианства оно стало вестись от Рождества Христова. Разница между этими датами у нас с вами составляет... Разница между этими датами у нас с вами составляет... Так, 5508 лет. Поэтому посмотрите, пожалуйста, какая здесь дата у нас с вами записана. И имейте в виду, чтобы получить дату от сотворения Христова, нужно отнять от этой даты 6000 и так далее, 5508 и получится определенная конкретная дата от Рождества Христова. Итак, давайте прочитаем первые побольше, чем 16 строк, чтобы все-таки осмыслить повествование. Итак, все жилеты Рикоша дружина Игореве. Отраться свинельше и заделися суть оружием и порты, а мы назием. Поиди, княжи, с нами в дань, да и ты добудешься и мы. Послушай их, Игорь. Иде в дерева в дань, и примышляши к первой дань, населяши им. Ему же его, возимав дань, поиди в град свой, идущи же ему вспять, размыслив рече дружине своей. Идите с данью домови, а я возвращуся, похожу и ищу. Пусти дружину свою домови, с малым же дружиной, возвратись, а желая больше, имен я. Итак, давайте посмотрим и на особенности синтаксиса, и на особенности некоторых форм, которые у нас с вами здесь употребляются. Итак, в это лето, в этот год, сказала, можно перевести по-русски, хотя форма здесь у нас множественного числа, дружина Игорев. Мы уже с вами обращали внимание на такое особое согласование, когда подлежащий выражает грамматически единственное число, а семантически, то есть послось множественное число, тогда исказуемое будет использоваться во множественном числе. Но при переводе по-русски мы не говорим сказали дружина. Да, это будет грамматическая ошибка, связанная с тем, что подлежащие исказуемое не согласованы у нас. Итак, в то же лето сказала дружина Игорю. Дальше идет прямая речь, в которой знаки, конечно, припинания не стоят в древнерусском тексте. Отроки свинельда. Свинельжи – это, по сути, похоже на нашу форму притяжательного, прилагательного, но мы можем, не говорим по-русски, отроки свинельжи. Мы все-таки употребим существительное в родительном падеже. Отроки свинельда вооружены. По-русски мы тоже не можем сказать из-за деви с оружием. Вооружены и, мы бы сказали более современным словом обмундированы, да, мы можем сказать просто одеты. Потому что порты в древнерусском языке означало не штаны и не портки, а именно одежду. В современном русском языке сохранилось, но не очень часто используется слово портной. Портной – тот, кто шьет порты исконно, то есть одежду, не портки. Вот почему портной так называется. Итак, вооружены и одеты. А мы – нази, а мы – нагии. Да, обращаем внимание, что вторая палатализация несколько может затемнять исконный корень нагии. «Пойдем, князь» – звательная форма, которая не сохранилась в современном русском языке – с нами. Опять, видите, употребляется винительный падеж в пространственном значении вместо родительного. Заданью, да, по-русски мы не говорим «дань». И ты добудешь, и мы, и послушал их Игорь, и пошел к древлянам заданию. Не в «дань» опять, а заданию. И не в «дерева» и в «дань». Видите, опять-таки употребляются одни и те же предлоги. А к древлянам и заданию. И добавил, в русском языке есть слово «промысел», да, «промышленность», в общем-то, однокоренное слово. И добавил к первой дани насилие взятое. И мужи его, забрав дань, пошли в город свой. Опять обращаем внимание на постпозицию определяемого слова, что не характерно для современного русского языка. Далее, здесь, судя по всему, есть некоторые нарушения. Здесь должен быть оборудательный самостоятельный. И, соответственно, форма должна быть не «идущая», а «идущую». Идущую же ему вспять. То есть, когда он возвращался идти вспять, вспять – это обратно означает. Кстати, в одном из заданий Олимпиады несколько лет назад в этом слове вопрос был вспять, то есть обратно. Итак, оборудательный самостоятельный, который мы переведем. Когда, кто, он. Самостоятельное предложение. «Возвращался», «подумал», «дейпричастие» мы переводим глаголом, «и сказал». Вот слово «рече», которое мы говорили, очень часто употребляется в древнерусских текстах. Здесь дано, видите, как сокращенно. То есть идет надстрочная буква. «И подумал», «сказал дружине своей». Можем депричастие, в принципе, перевести. Дальше опять прямая речь. «Идите», форма повелительного наклонения, с другим непривычным для нас суффиксом «ядь», «зданью домой». «Зданью домой». «Зданью куда?» «Домой». На русский язык это форма дательного падежа. Мы переводим с вами формой наречия. «А я возвращусь и похожу». «Я возвращусь и похожу еще». «И отпустил дружину свою домой». «А с малой частью». Вот то, что здесь есть противопоставление, говорит союз «же». Слово «же» вообще в русском языке очень интересно. Мы привыкли к тому, что в основном «же» – это частица. Но «же» может быть и союзом, противительным союзом, который стоит у нас не в начале, в отличие от большинства противительных союзов, а где-то может стоять и в середине предложения. «С малой же частью» можно перевести. Или «а с малой частью дружины» «возвратился» имеется в виду куда? «К древлянам», «желая большего иметь». «Услышали», опять-таки, особенность перевода, вот у нас с вами второстепенная, сказуемая. «Услышали древляне, что опять идет, и подумали», опять «не причастием», и тем более «ниди и причастием» здесь следует привозить, «и подумали» с князем своим «малым». имя у него было «мал», очень интересно, там, если вы почитаете дальше до конца, то вы узнаете, что они объясняли Ольге, что «мал» не потому, что он маленький, а потому что имя у него такое, потому что потом они пойдут сватать Ольгу, бывшую жену Игоря, за своего князя, потому что будут бояться ее мести. Итак, «подумали» со своим князем «малым». Если «аще», вот мы только сейчас с вами говорили о подчинительном союзе на русский язык, мы его будем переводить «если» союзом, по-русски мы не говорим «вадится», мы скажем «повадится волковцам», опять видите, винительный падеж вместо дательного, то «выносит» все стадо, ну, можно даже перевести «выносит». Если не убьют его, так и этот, местоимение «се» мы можем заменить русским указательным местоимением «этот», так и «этот», если не убьем его, то всех, видите, какая форма стоит, нас погубит, то всех нас погубит. Вот так следует переводить. То есть мы все-таки не можем полностью буквально переводить фрагменты древнерусского текста. Мы должны передать основную мысль, мысль, правильно переведя древнерусские конструкции на русский язык. Но понимая, что в древнерусском языке там используются формы другого падежа. То есть об этом мы должны помнить. Итак, работая с древнерусским текстом, выполняя последнее задание, связанное с переводом текста, будьте внимательны, прочитайте текст до конца, не читайте его отдельными фрагментами. Вначале вы прочитываете до конца, определяете приблизительно границы фраз, если там не одна фраза, и смотрите, какой нужно дать перевод, чтобы передать правильно, не исказить смысл текста. Не исказить. Еще раз говорю, буквального или абсолютно точного перевода от вас не требуется, от вас требуется передача смысла. Но при этом, при этом, конечно, определенные принципы перевода, которых мы сегодня с вами говорили, определенных падежей, синтаксических конструкций, вот эти определенные принципы должны вами соблюдаться. Итак, на этом я заканчиваю сегодняшнюю лекцию по историческому синтаксису. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.